Планируете приобрести новую кофеварку, чайник или любой другой бытовой товар, но не хотите тратить время и силы на поиски лучшей модели? Смотрите прямо сейчас нашу постоянную рубрику. Купить и не разориться. Как выбрать сковородку по разумной цене? В первую очередь обращайте внимание на совместимость с вашей плитой. Это напоминалка для владельцев индукционных плит. Для них нужна посуда с ферромагнитными свойствами. Проще говоря, дно сковородки должно притягивать магнит. Находчивые покупатели, кстати, так посуду и выбирают. Но магнит в кармане носить совсем не обязательно. Если нет значка в спиральке, если спиральку не нарисовали, а у вас индукционная плита, не берем. Теперь разбираемся с антифригарным покрытием. Тефлоновое – самый ходовой тип покрытия сковородок из алюминия. Легкие сковородки. Ой, вообще невесомые. Пушинка. Такой облегченный вариант требует к себе деликатного отношения. Чтобы не повредить покрытие, нельзя использовать железные приборы. А еще и алюминий, и тефлон не терпят перегрева. Есть покрытие с кусочками мрамора, оно более долговечное. Это антифригарное покрытие из того же тефлона. Кроме мрамора добавляют крошки гранита, титана. Такие покрытия прочнее, но дороже. Тут, видимо, серебро добавили. Уж как-то, уж больно хорошо блестит. Так сверкают и переливаются сковородки с алмазным напылением. Кроме состава покрытия, огромное значение имеет и его толщина. Точнее, количество слоев антифригарного покрытия. Здесь дно довольно-таки толще, даже если рассматривать так, то здесь видно, что дно выступает. Чем больше слоев антифригарного покрытия, тем лучше и дороже. Оптимальный вариант? Покрытие должно быть не менее трех, тогда сковорода будет более устойчива к температурным перепадам. Толщина стенок, чтобы не было менее трех миллиметров, тогда ваша сковорода прослужит вам намного дольше. Толстые стенки и дно постепенно и равномерно прогреваются. Остывают медленно. Под плотно закрытой крышкой еда долгое время остается теплой. Проверенный временем беспроигрышный вариант – чугун. Чугунные сковородки, они более универсальные. Здесь они подходят ко всем плитам, к индукции, ко всему. И здесь уже можно пользоваться, они не боятся механических повреждений. Уже не нужно заморачиваться по поводу лопаток. Все здесь довольно-таки просто и легко. Нелегко лишь, пожалуй, удержать такую сковородку. Тяжеловато. Если вы вот овладели вот этой техникой, вот так вот будете подбрасывать блины, то надо обратить внимание еще и на вес. На вес. С чугунной вы либо замучаетесь, либо подкачаетесь. Блинные и сковородки для гриля на кухне дополнительные. А если сковородка одна, она должна быть универсальной. Выбор нашей программы победитель в категории «Цена-качество». Сковородка в крапинкум с мраморной крошкой, трехслойным антипригарным покрытием, толщиной стенок 3 мм и толстым дном. Продолжение следует...